Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Прямой диалог. В общественных приемных Единой России провели личный прием граждан. В Международное и межконфессиональное сотрудничество. В Нальчике открылся форум «Кавказский диалог». В приоритете профилактика. В сосудистом отделении Первой горбольницы Нальчика объясняли, как предотвратить инсульт. Строительство многопрофильного центра высшего мастерства в Урванском районе начнется уже в следующем году. Об этом заявили в Минтрансе республики на встрече с представителями госавтоинспекции Омской области. Омская делегация прибыла накануне в КБР, чтобы ознакомиться с работой коллег и профильных республиканских ведомств. Министр транспорта КБР Арсен Кудаев представил делегации макет будущего центра. На одной территории будут сосредоточены детский автогородок, катодром, а также гоночный трек. Создать такую площадку предложил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на встрече с руководством МВД Минтранса автолюбителями республики в сентябре этого года. Объектом для строительства была выбрана база заброшенного здания ГАИ в Урванском районе. Проект позволит не только поддержать автомотоспорт в республике, но и снизить аварийность на дорогах. Идея гостям понравилась. Продемонстрировали омским полицейским аппаратно-программный комплекс «Безопасная республика» и комплекс экстренной связи «Гражданин полиции». Есть чему поучиться. Конечно же еще нам понравилось тут оборудование перекрестков, особенно покраска желтый цвет всех стоек, и пешеходный переход, и светофорных объектов. Я думаю, что этот опыт мы переним для себя, для Омской области. Начались работы по гидрозащите прибрежной зоны 2-го Чигема. Бетонную насыпную дамбу протяженностью 5 километров строили еще в 70-х. За это время конструкция пришла в негодность. Часть сооружения разрушилась вовсе, из-за чего существовала реальная угроза подмыва близлежащих домов. Как сообщили в Минприроды КБР, на восстановление дамбы выделено свыше 4,5 миллиона рублей. Из-за того, что были паводки, чрезвычайная ситуация на территории республики, очень большое количество наносов было, и все это заполнилось. И за счет вот этих руслорегулировочных работ, разрушенные участки на этой дамбе, мы засыпаем грунтом. По словам представителей подрядной организации, работы будут завершены к концу декабря. Накануне во всех региональных общественных приемных «Единой России» провели личный прием граждан. Приурочен он был к 13-летию образования партии. В Нальчике с самого утра работали 4 пункта, в том числе администрации вольного аула 21-25 школах. Общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в столице КБР граждан принимали депутатов. Это Госдума от Кабардино-Балкарии Заурги Киев и вице-спикер парламента республики Надби Базиев. В основном жители интересовали вопросы трудоустройства, ЖКХ, социальной защиты. Каждое из обращений без внимания не останется, подчеркнули представители партии «Единая Россия». Задачи и перспективы импортозамещения обсудили в Нальчике представители малого и среднего бизнеса. Инициатором встречи выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта. Основное внимание уделили отраслям экономики, которые необходимо развивать в республике. У Кабардино-Балкарии большой потенциал как в сфере АПК, так и в промышленности отметили на встрече. Для нас этот вопрос импортозамещения является очень актуальным. Мы в горно-геологической отрасли России можем широко свой инструмент, который мы выпускаем в промышленных масштабах. Мы можем увеличить объемы производства и значительно заместить импортную продукцию. Тем более, что по этому виду продукции мы являемся абсолютно конкурентоспособными. На встречу также привели прогнозные данные рабочей группы Госсовета ОНФ. Программа импортозамещения позволит российским предприятиям существенно повысить объемы производства. За три года ее реализации в целом по стране будет создано более миллиона рабочих мест. А дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 500 миллиардов рублей. Продолжаем. Россия сократила импорт мяса на 32%. Такие данные за январь-октябрь обнародовал российский Минсельхоз. Напомню, сейчас действует полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы из США, стран ЕС, Норвегии, Австралии и Канады в связи с введенными против России экономическими санкциями. Между тем, ограничительные меры со стороны Запада простимулировали развитие российского агропромышленного комплекса. Государство принимает соответствующие меры. Так, по данным республиканского Минсельхоза, Кабардино-Балкария получит на развитие мясного скотоводства около 19 миллионов рублей федеральных субсидий. Тем продолжит наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Аналитики отмечают, Кабардино-Балкария по своим природно-климатическим условиям является подходящим местом для развития животноводства мясного направления. Новая программа поддержки животноводства должна способствовать дальнейшему развитию отрасли. Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий, формирование устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественных говядин в 7,3 тысяч тонн в 2013 году, довести производство говядины в 2016 году до 36 тысяч тонн. Господдержка оказывается сельхозпроизводителем в размере до 50% затрат при покупке маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Кстати, Минсельхоз КБР принимает документы на предоставление этих субсидий до 4 декабря. Конечная цель реализации программы – насыщение республиканского рынка качественным и экологически чистым мясом в необходимых количествах. При этом акцент делается и на переработке конечной продукции на местах. Сельхозкооперативы Леницы Майского района переработкой собственного сырья заняты не первый год. Законченный цикл производства приносит свои плоды. Большая часть выручки попадает в копилку хозяйства от реализации товаров, изготовленных здесь же. Всего на многоотраслевом предприятии сегодня производят более 20 видов мясной продукции. Сейчас на ферме от корма у ново-ивановских животноводов 1700 бычков. Ежесуточный привес на каждого свыше 800 граммов. Селяне сами смогут обеспечить республике мясом, говорит руководитель фермы от корма Магомед Бейногеров. Наработанный в отрасли опыт дает надежду на то, что мы справимся с любыми санкциями. Я думаю, мы свободно можем конкурировать с тем мясом, которое завозилось к нам в страну. У нас в хозяйстве преимущественно красный скот, красно-степная порода. А также закупаем в Ставропольском крае, закупили, привезли мясная порода, казахская белоголовая. Ничего очень хорошо себя показало. Корма все натуральные, никаких вакцинаций. Чистое мясо, экологически чистое. С января по октябрь ново-ивановцы реализовали бычков общим весом свыше 400 тонн. Но год еще не закончился. Ежегодная прибыль хозяйства в данном направлении более 10 миллионов рублей. При этом СХПК выполняет еще одну важную задачу. Обеспечивает продукции животноводства значительную часть социальных объектов майского района. Сафар Гиреев, Анатолий Диреко. Вести, Кабардино-Балкария. В Нальчике открылся международный форум «Кавказский диалог». Конференция проходит при поддержке фонда имени Александра Горчакова, известного российского дипломата. Участие в ней принимают студенты, молодые ученые, представители общественных организаций и исследовательских центров из Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии, Южной Осетии и России. В течение трех дней будут обсуждаться вопросы в серии международных и межконфессиональных отношений и права. Проекты в основном посвящены этнокультурному многообразию Кавказа и экономическим аспектам, взаимоотношения с соседними государствами. В числе приоритетных задач, которые официально выдвигаются Россией на Кавказии, которые действительно являются нашими приоритетными задачами, задачами следующие. Это укрепление двустороннего сотрудничества в целях поддержания стабильности в регионе, политической, экономической, военной, социальной и других областях. Это обеспечение национальной безопасности. В рамках форума проходят лекции, семинары и мастер-классы экспертов. Кавказский диалог – один из ежегодных проектов фонда Горчакова и проводится уже третий год подряд. А в Кабардино-Балкарии – впервые. В первичном сосудистом отделении городской клинической больницы Нальчика накануне организовали бесплатные консультации для всех желающих проверить свое здоровье. Медики приурочили акцию ко дню невролога, который отмечается 1 декабря. Пациентов принимали без направления участковых врачей. Помимо обычного осмотра проводили и диагностику. Главная задача, говорят медики, предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний. Пациентам объясняют основные симптомы недугов, особенно инсультов. Мы им объясняем, что при появлении каких-то симптомов, онемение лица, онемение конечности, нарушение речи, чтобы они сразу позвонили в скорую помощь и к нам обратились или обратились по месту жительства. Потому что каждый день мы сталкиваемся с такими больными, которые к нам обращаются через неделю от начала заболевания. Важно объяснить пациенту, чем раньше он обратится за квалифицированной медицинской помощью, тем меньше риск стать инвалидом, говорят в сосудистом отделении. Санаторные условия пребывания и полтора десятка культурных мероприятий, в том числе с участием популярных артистов республики. В Баксанском комплексном центре социального обслуживания населения подвели итоги работы за месяц. Сюжет Инны Богатыревой. Аслану Габоеву за 90. В Баксанский комплексный центр социального обслуживания ветеран войны и труда из Нижнего Чигема уже во второй раз приезжает отдохнуть, заодно поправить здоровье. Живем как одна семья, друг друга слушаем. Олаев знакомый, всем знакомый, всем хорошо относимся. Очень дружный, дружная организация вообще. Сделать так, чтобы пожилой человек не чувствовал себя одиноким, работникам центра удается, подтверждают и другие посетители отделения временного пребывания. Здесь они находятся в течение месяца. Многие стремятся попасть сюда вновь. Я отдыхаю здесь, как открыли в это санаторий, все время отдыхаю. Каждые шесть месяцев я бываю здесь. Если не понадобилось, я не приехала бы. Поддержку здесь получают не только пожилые. Это могут быть и инвалиды детства, и те, кому необходима медицинская реабилитация. Сам центр состоит из пяти отделений, два из которых обслуживает одиноких престарелых граждан на дому. В этом году мы внедрили волонтерское движение. Мы тесно сотрудничаем со школами, с учениками школ, в частности с шестой школой города Баксана. С шестого по девятый класс и десятиклассники, те, которые не обязательно, им нужно готовиться к экзаменам, они помогают нам оказывать услуги на дому нашим подопечным. Многие культурно-развлекательные программы, организованные в центре, проходят на благотворительных началах. Только за один месяц здесь организовали около двух десятков мероприятий. У нас побывали и артисты музтеатра, и детские творческие коллективы российского значения. Это ансамбль гармонистов «Мелодия» под руководством Козева, ансамбль «Нальцик». Под постоянной опекой сотрудников центра около 350 человек. В отделении временного пребывания сейчас 28 пожилых граждан, каждый из которых не устает подчеркивать. Атмосфера здесь ничем не уступает семейной. Инна Богатырева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. В Музее изобразительных искусств состоялся праздник красоты. Здесь организовали фото-выставку и конкурс профессиональных визажистов. С подробностями наш специальный корреспондент Наталья Булат. Три часа в среднем на создание каждого образа. В ход идет не только декоративная косметика, даже акварельные краски, фэнтези, подиум, фэшн, стили, в которых выполнен макияж моделей, причудливы и разнообразны. Образ называется «Дива лагуна». Это образ снят с одной девушки. Оперная певица из фильма «Пятый элемент». Когда мы выбирали образ, выбирали по характеру, по подобию, по образу. Меня это уже… За три года в Академии красоты подготовили более 150 стилистов и визажистов. Варианты преображений фиксировали на фото. И выставка эта уже успела побывать в разных уголках страны. Сегодня у нас представлены работы разных стилей, разных направлений арт-визажа. И все они, мне кажется, достойны и восхищения, и, скажем так, достойны того, чтобы они представляли как искусство. Пока жюри оценивало работы, стилисты провели мастер-класс для зрителей. Здесь фантазию профессионалов конкурсные рамки уже не ограничивали. Этот конкурс я устроила именно для того, чтобы те, кто либо не мог себе позволить этого сделать, либо боялись или чувствовали какую-то, знаете, неуверенность в себе, они смогут поехать и представить наш регион, нашу республику, а в дальнейшем Россию на международных конкурсах. В итоге третье место занялась стилист Зарина Бесланеева, на втором – Юлия Татрокова, ну а самой яркой судьи признали модель мастера Дианы Желясовой. Наталья Булат, Карина Ванесова, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. О спорте. В Нальчике прошел республиканский чемпионат по карате Будакай среди детей и молодежи. Его организовала Объединенная федерация боевых искусств при поддержке Миноборнауки и общества «Динамо». В соревнованиях участвовали около ста ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Клубы при учебных заведениях в городах и районах республики привезли своих лучших спортсменов. По словам тренеров, с каждым годом число желающих заниматься восточными единоборствами растет. Правила поединка в этом виде спорта максимально приближены к условиям реального боя и имеют минимум ограничений, отмечают организаторы. А спорт универсальный? Да, универсальный. У нас здесь универсальность заключается в том, что присутствует карате, кепушинкай, бокс и дзюдо. Все-таки что развивается? Наверное, в первую очередь, сознание. Нам самое главное воспитать здоровыми, чтобы они на улице не пропадали. А дальше развитие, как обычно, дети, они же как координацию, здоровье. В этом году турнир приурочили к 25-летию школы восточных единоборств. Победители чемпионата будут включены в сборную республики для участия в первенстве по карате Будакай «Динамо детям России», которая пройдет в начале будущего года. Это была последняя информация выпуска. До встречи в 14.30.